МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современный учебный самолет должен уметь воевать. Так считают в конструкторском бюро имени Александра Яковлева. Очередной фильм «Оружие» рассказывает о новейшем представителе авиационного семейства Яков. Каждая модель боевого самолета в Советском Союзе имела свою учебно-тренировочную версию. Но поскольку эти модификации по своим тактико-техническим данным повторяли базовую машину, то годились они скорее для переучивания опытного летного состава, а не для подготовки молодых пилотов. Сложилась парадоксальная ситуация. Передовая авиационная держава не имела собственного учебно-тренировочного реактивного самолета. Такие машины много лет поставляла Советским военно-воздушным силам Чехословакия. Это хорошо известная Л-39 – надежная экономичная машина. На них проводились начальный и основной этап подготовки курсантов летных училищ. Затем будущие офицеры осваивали боевые машины, начиная с их двухместных вариантов. Аэро Л-39 «Альбатрос» – учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет. Совершил первый полет в 1968 году. Серийно производился до 1999 года. Построено 2868 экземпляров. Состоит на вооружении более чем 30 стран мира. В том числе России, Украины, Белоруссии. Однако в начале 1990-х годов с поступлением войска реактивной техники четвертого поколения этот порядок нарушился. По сложившейся традиции, вся боевая реактивная авиация условно подразделяется на несколько поколений. Первое – включает самолеты, созданные в период с начала 40-х до 50-х годов. Второе – до начала 60-х. Третье – 60-е годы. Четвертое – с начала 70-х и до середины 80-х. К истребителям четвертого поколения относятся, в частности, американский F-16, советские Су-27, МиГ-29. Дороговизна новых самолетов, их прожорливость в сочетании с подорожанием авиационного топлива и значительным ухудшением экономического положения в стране, сделали эксплуатацию «Альбатросов» в летных училищах практически невозможной. Выпускать же пилотов на самолетах предыдущих поколений было явно бессмысленно. Молодой летчик, даже прекрасно освоивший «Элку», не мог сразу пересесть на современный истребитель, тем более эффективно использовать его возможности. Слишком велик оказался разрыв в летных качествах новой техники и летающих парт. Важную роль в поставках учебно-тренировочной авиатехники для советских ВВС сыграл политический фактор. До начала 1990-х годов наличие на вооружении иностранного самолета не вызывало в Советском Союзе особого недовольства. Затем ситуация изменилась. Социалистический лагерь распался. Поставки самолетов в двигатели и запасных частей из Праги прекратились. Ситуация требовала принятия на вооружение нового учебно-тренировочного самолета, который по летным данным и составу бортового оборудования приближался бы к новейшим боевым машинам. В начале 1991 года среди ведущих советских авиастроителей был объявлен конкурс. В нем приняли участие концерн МИГ, ОКБ Сухого, ОКБ имени Яковлева и конструкторское бюро Мясищева. Яковлевцы предложили вернуться к проверенной в 50-х годах практике поэтапной подготовке летчиков. Сначала легкий поршневой Як-54. За ним реактивный учебно-тренировочный самолет с характеристиками, позволяющими имитировать находящиеся на вооружении самолеты. И только после этого летчик должен окончательно осваивать свою будущую боевую машину. Эта схема проверена во многих странах и считается наиболее эффективной и экономичной. Назначение учебно-тренировочных самолетов подготовить пилотов для боевой авиации, затратив при этом значительно меньше средств, чем если использовать для обучения боевые самолеты. Разница в цене при использовании УТС или УБС и боевого самолета она от нескольких раз до 10 раз дешевле при использовании специализированного учебно-тренировочного или учебно-боевого самолета. ОКБ Яковлева представило на конкурс специализированный комплекс УТК «ЯК». В его состав входили самолет, электронные классы технического обучения и тренажеры. Учебно-тренировочный самолет Як-130 имел совершенную аэродинамическую компоновку. Это серьезно улучшило летное качество и повысило безопасность пилотирования. Что еще важнее, новый Як получил систему управления, которая может быть перепрограммирована под любые отечественные и многие зарубежные боевые самолеты. В чем качественное отличие вот этого нового поколения учебно-тренировочных, а теперь учебно-боевых самолетов от предыдущего, например, от Л-39. Это прежде всего то, что при сохранении, практическом сохранении стоимости обучения прежнего поколения мы получаем качественный скачок в подготовке, в качестве подготовки пилотов боевых самолетов. К 1992 году конструкторское бюро Яковлева реально претендовало на получение государственного заказа. Однако к этому времени сама идея создания учебно-тренировочного самолета оказалась под угрозой. Государственное финансирование проекта прекратилось. В этой ситуации яковлевцы занялись поиском инвесторов для продолжения работы над проектом. Разработки заинтересовали итальянский авиаконцерн «Эрмаки». Первый демонстрационный образец, построенный совместными усилиями, был назван Як-130Д. Он дебютировал в июне 1995 года на авиасалоне «Ле Бурже» во Франции. Летчик-испытатель Андрей Синицын впервые поднял самолет в воздух 26 апреля 1996 года. Инженеры КБ Яковлева убедили партнеров в целесообразности превращения машины из учебно-тренировочной в учебно-боевую. В чисто боевой версии самолет может использоваться для решения целого комплекса задач. Но перед тем, как сказать о задачах, я скажу о качестве конфликтов, при которых этот самолет был бы наиболее эффективен. Речь идет прежде всего не о широкомасштабных военных конфликтах, а о локальных конфликтах, где наиболее эффективно использовать эту технику по критерию стоимости-эффективности. Як-130 способен использовать разнообразное авиационное вооружение, которое размещается на девяти внешних узлах подвески. В боевом варианте самолет получает систему управления оружием с лазерно-телевизионным наведением. По основным показателям, боевая версия самолета Як-130 превосходит все аналогичные машины. Як-130. Двухместный учебно-боевой самолет. Двигатели. Два РД-35 тягой по 2200 килограммов. Размах крыла. 9,7 метра. Длина. 11,5 метров. Максимальная взлетная масса. 9000 килограммов. Максимальная скорость. 1000 километров в час. Практическая дальность. 1850 километров. Практический потолок. 12500 метров. Вооружение. Авиационные пушки. Бомбы. Управляемые ракеты. Противокорабельные ракеты. Неуправляемые ракеты. Контейнеры с аппаратурой радиоэлектронной борьбы. При боевой нагрузке 3 тонны. На Яке-130, так же, как и на современных истребителях, используется система дистанционного управления с четырехкратным резервированием. Обучение ведению боевых действий на ЯК-130 включает реальные пуски ракет, осуществление бомбометания и ведение стрельбы из автоматической авиационной пушки. Автоматизированная бортовая система диагностики и контроля обеспечивает высокую надежность машины. Календарный срок службы ЯК-130 составляет около 30 лет. Ресурс самолета 10 тысяч летных часов и 20 тысяч посадок. Машина может эксплуатироваться с полевых аэродромов. При этом для взлета требуется всего 300 метров, а для посадки чуть более 500 метров. Экипаж состоит из двух человек – курсанта и летчика-инструктора. Удачная конструкция планера, высокие аэродинамические характеристики, современный комплекс бортового оборудования позволяют создать на базе ЯК-130 целое семейство специализированных самолетов различного назначения, в том числе легкий ударный, легкий многоцелевой боевой, разведчик, постановщик помех, палубный учебно-тренировочный. Благодаря универсальности и возможности перепрограммирования ЯК-130 обеспечивает эффективную подготовку пилотов-истребителей 4-го и 5-го поколения. Причем не только сухих эмигов, но и европейских «Тайфунов», «Рафали», «Миражей», «Еврофайтеров», «Американских», «Ф-15», «Ф-16», «Ф-18», «Ф-22». Руководители ОКБ имени Яковлева определяют программу «Паяк-130» как главную тему для всемирно известного конструкторского бюро. Среди других приоритетов создание беспилотных летательных аппаратов. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА